Белое нельзя воротить Без фака живет Ньютон не забыт Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон не забыт Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ну, теперь надо придумать Как мы понимаем Скобки Пауссона Для двух операторов Ну, понятно, что у нас Пока вообще не было ни координат, ни импульсов Вообще непонятно Как тем определением, которое мы пользовались Как здесь пользоваться Совершенно непонятно, когда у нас оператор Потому что у нас Пока мы ни координат, ни импульсов не убили Мы наоборот будем координат импульсов Логичные Надо придумать, что это логично Ну, давайте Введем скобки Пауссона так По определению Чтоб выполняли все эти равенства Будем называть скобками Пауссона В квантовой механике Такую операцию Для которой вот это все верно В частности Что когда у нас есть произведение двух операторов На третий оператор Чтобы у нас это было Ф1 Ф2 на Ж Плюс Ф1 на Ж На Ф2 Ну, дальше Естественно, потребуем, чтобы Ф Ж Равнялась минус Ж Ф Ну, и тогда из этих двух Это уже равенство доказывает Что Ф На Ж1 Ж2 Должно равняться Ж1 Ф Ж2 Минус Ф Ж1 Ж2 Попробуем передумать такую операцию Для которой все это работает Для этого мы расходим страшные вещи Мы сосчитаем скобки Пауссона От такой вещи Ф1 на Ф2 Ж1 на Ж2 И посмотрим следующим образом Сперва будем считать это одним оператором Раскроем вот так Это будет Это будет Ф1 Ф2 Ж1 Ж2 Плюс Ф1 Ж1 Ж2 На Ф2 А теперь раскроем Ж2 На этом помним, что оператора нельзя менять местами И когда я Ж1 сейчас буду выносить Я не могу его пронести через Ф1 Поэтому это будет Ф1 Ж1 Ф2 Ж2 Плюс Ф1 Ф2 Ж1 На Ж2 Это раскрываем То же самое Это будет Плюс Ж1 Ф1 Ф1 Ж2 Ф2 Плюс Ф1 Ж1 Ж2 Ф2 А теперь то же самое Ф1 Ф1 Ф2 Ж1 Ж2 Сперва раскроем Как произведение Ж1 Ж2 А потом как Ф1 Ф2 И потребуем, чтобы было то же самое То есть это будет Ж1 Ф1 Ф2 Скобки Пуассона Ж2 Вот ведь счет Плюс Плюс Значит я Ж1 вынес Плюс Ф1 Ф2 На Ж1 А Ж2 Выносим В эту счет Теперь раскрываем Здесь Будет Ж1 Ф1 Ф2 Ж2 Плюс Ж1 А Ф1 Ж2 А Ф2 Выносим И это раскрываем Плюс Сперва Ф1 Выносим Ф1 Ф2 Ж1 Ж2 Теперь Ф1 Оставляем Ж1 Оставляем Ф2 Выносим сюда И Ж2 Выносим сюда Если не ошибся И надо Чтобы вот это Равнялось Ну давайте Смотрим Что у нас Получается Ф1 Скобки Павлазона Ф2 Ж1 Ж2 Это совпадает Можно сократить Ж1 Ф1 Ж2 Ф2 Ж1 Ф1 Ж2 Это совпадает Можно сократить Остальное Не совпадает Теперь поступим Так В одну сторону Перенесем Это И это Тогда у меня Получится Ф2 Ж2 Одно и то же А из этого Выносится Это Получится Ф1 Ж1 Минус Ж1 Ф1 На скобке Павлазона Ф2 Ж2 А это Перенесем В эту сторону Поэтому получится Ф1 Ж1 Скобки Павлазона А здесь Из этого Вычислить Это Ф2 Ж2 Минус Ж2 Ф2 Господа Господа Но это Коммутатор Ф1 Ж1 На скобки На скобки Павлазона Ф2 Ж2 Это Должно 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 равняться И первая И первая И первая гипотеза Которая Получается Что вообще говоря Скобки Павлазона Коммутатор Ф1 Ж1 Это Есть Коммутатор Просто Ф1 Ж1 Для этого Вспомним Что скобки Павлазона С физическими Величинами Входит Выражение Для скорости Изменения Физической Величины То есть Тоже Выражение Для физического Оператора А все Что касается Физического Оператора Должно Быть Эрмитовым Поэтому Скобки Павлазона Должны Быть Эрмитовым Оператором Поэтому Мы должны Подребовать Чтобы Ф Ж Крест Равнялась Ф Ж Поскольку Скобки Павлазона Входят В выражение Дермитовых Операторов Скажем Для производства Дермитовых Операторов Сами скобки Павлазоны Должны Быть Эрмитовым Оператором Ну Давайте Тогда Попробуем Это Реализовать В Требовании Значит Мы Хотим Чтобы Ф Ж Крест Равнялась Нашей Константе На Ф Ж И все Крест Когда мы Константу Выносим Из-под Креста Мы с вами Договаривались Что Константу Надо Комплект Комплект Это Будет Константа Линейна Комплект На Ф Ж Крест 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 А с другой Стороны Мы хотим Что Ф Ж Равнялась Константе На Ф Ж Мы же Предположили Константа Вот это Равнялся О Как здорово Оказывается Ф Ж Одно И то же Мы получили Что Константа Должна Равняться Минус Константе Крест Спаля Это Значает Что Константа Должна Быть Честная Поэтому Первое Что Переходит В голову Что Константа Это И Но Чтобы Потом Все Удобно Совпало Это Еще Насколько Который Делит Если Мы Я просто Чтобы Сейчас Наши Формулы Не сильно Расходились Я пока Еще Держу Постоянное Зло Таким Образом Мы Получили Теперь Что Ф Ж Это Есть И Делить На А Коммутатор Ф На Ж Господа Из Не очень Серьезного Рассмотрения Мы Вроде Придумали Мы Вроде Придумали Что Оператор Сит И Компонент Кимпуса Равнялся Минус И H Д По Д Р Кси Т Мы Писали Минус И Аж На Набу Да Для Оператора Давайте Попробуем Взять Оператор Координаты Ксит Это Просто Ксит 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 Символа 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 Кромикера Поэтому Будет И На H Минус И На H А Как F Вот Поэтому Я и поделил На H Чтобы Здесь У меня H Сократилось А Здесь Будет Коммутатор Оператора D По Д Р Кси На Оператор Только Кси А если У меня Координатная То есть Надо было Сразу Написать Р Кси Да Р Кси Штрих Для Одной Частицы Обобщенная Координата У нас Это Просто Р Кси На Р Кси Штрих Но Это Будет Единица А Здесь Будет D По Д Р Кси На Р Кси Штрих Минус Р Кси Штрих На Д По Д Р Кси Я Коммутатор Расписал Любой Оператор Подозревает Что Задим Что-то Стоит Поэтому Когда Стоит Оператор Дифференцирования Он Хочет Дифференцировать Произведение Р Кси На То Что Стоит За Оператором Поэтому Он Должен Сперва Р Кси Продифференцировать И Дифференцировать То Что Стоит За Оператором Оставить В Покой Будет Д Р Кси Штрих По Д Р Кси А То Что Дальше осталось в покое. А теперь он должен R-C штрих оставить в покое и дифференцировать то, что стоит за ним. И от этого надо отнять R-C штрих и дифференцировать то, что стоит за ним. Это с этим сокращается. А если мы дифференцируем R-C штрих по R-C, то мы получаем единицу, только в том случае, если индексы совпадают. Это и есть символ хроники. Господа, создается очень серьезное впечатление, что мы с вами угадали, что такое операторные скобки полосуны. Это с точностью да и на коммутатор оператора. Кстати, если мы здесь поменяем местами оператора, появится знак минуса, здесь появляется минус. Если у нас одна из величин не оператор, а функция, а какое-то число комплексное, то комплексное число коммутирует с любым оператором, поэтому будет 0. Поэтому это свойство тоже выполняется. Все свойства выполнены. ну и второе, что очень сильно кажется, что оператор импульса устроен вот так. Это вот такая штука, а оператор координаты вот такая штука. Кстати, можно было и по-другому договориться. Можно было сказать, что оператор импульса это оператор умножения, а оператор координаты это минус и на D по D оператор D по D импульс. Так тоже можно. От этого результата у меня несколько нибудь. Ну и последнее. Если мы теперь знаем оператор импульса и оператор координаты, то теперь мы можем сосчитать коммутатор оператора импульса с ситой на оператор координаты с ситой кси-штрихнутой. Этот коммутатор будет равен минус IH на символ кромикера кси-штрих. Помните, мы говорили, что если коммутатор двух операторов A на B равняется I на C, то неточность A в квадрате среднеквадратичная поверхность на неточность B в квадрате среднеквадратичная поверхность не меньше, чем I назначение на состоянии F модуля оператора C попало. Коммутатор у нас ИС, поэтому здесь у нас получается H попало на символ кромикера факси-штрих. В том случае, если здесь у нас стоит оператор импульса факси, а здесь оператор координаты факси. Тогда мы получили знаменитое соотношение определенности. Неточность импульса на неточность соответствующих координат, если они соответствуют одной и той же правильности. Это получается величина порядка постоянных планет. факси-штрихи-штрихи-штрихи-штрихи. Я хотел вам теперь рассказать, как получается уравнение Шейдингера. Конечно, за 7 минут это не расскажешь. Я вам сейчас скажу идею, поскольку в следующий раз лекции не будет, вы в стадии Вейс посмотрите соответственно лекцию. Я думаю, после моей идеи будет немножко легче. Понятно, а потом через раз если у вас выставить неколекцию у меня. И здесь это... Спасибо.